Здравствуйте, мои любимые зрители! Вы слышите Лёшу Халецкого, значит, вы на канале Лёша Играет. Кстати, подписывайтесь. И я продолжаю серию видео о моём участии в дуэльном турнире. На этот раз одна восьмая финала, осталось 16 победителей, и я играю с иностранцем. Мой соперник под ником EndTurnFest, заканчивай ход быстрее, из Сингапура. В отличие от предыдущего оппонента, этот соперник посерьёзнее. Тем более, что некоторые мои зрители, те, которые у меня в друзьях, говорили, что это очень серьёзный соперник, и надо к нему отнестись соответствующе. Так что видео будет, я думаю, вам очень интересно, и о какой-то сильной доминации одного из соперников не будет идти речи. Напомню вам, что если я проигрываю, то я не вылетаю из турнира, а играю ещё дальше в ветке проигравших, потому что турнир идёт по Double Illumination. То есть, чтобы вылететь из турнира, надо два раза проиграть. Путём вычёркивания мы выбрали такие нации. У меня Греция, у моего соперника Россия, так что я буду второй раз играть против России. Но если в прошлый раз я играл за Англию, то теперь за Грецию. Напомню, что мы выбираем нации вычёркиванием, то есть по очереди удаляем нации, которые не хотим, чтобы участвовали в игре. И остаётся три штуки, из которых мы выбираем. Поэтому меня удивило, что соперник оставил мне Грецию. Хотя и Россия тоже неплохой выбор, о чём я говорил в прошлой серии. Ну что ж, смотрим на место нашего рождения. В принципе, очень даже неплохо. К сожалению, коротенькая река, но это компенсируется побережьем. То есть, если что, рост мы сможем компенсировать, построив маяк. Много лесов, то есть есть за счёт чего ускорять производство. Ну и вообще холмы, то есть, по-моему, сбалансирована еда и производство. Обратите внимание, что в отличие от прошлой игры, я сразу ставлю на строительство монумента. Даже скаута первым не строю. Объясню. Я уверен, что у меня очень сильный соперник. Он тоже пойдёт по воле, как и я. Но мне надо волю принимать быстрее него. То есть, хоть в чём-то его опережать. Обратите внимание, он по идее впервые меня. Впереди меня. Это значит, что он уже обрабатывает клетку с тремя яблоками. У него в радиусе города клетка с тремя яблоками. Это вот я вам обещал в прошлой серии рассказывать, как по демографии понимать, что делает ваш соперник. Значит, его город будет расти быстрее, чем мой. Это уже проблема. Кроме того, напомню, что у России бонус в производстве. То есть, клетки с лошадьми и железом дают дополнительный молоток. А так как мы играем стратегический баланс, то в радиусе его столицы лошади и железо будет точно. Но вот видите, мне повезло. О, смотрите, какое чудо света нашлось. Итак, мне повезло. Я нашёл в руинах культуру. Поэтому сразу быстрее принимаю Либерти. Волю. Ну, вот видите, он уже вырос. Его город уже вырос на единицу. У меня пока ещё только два хода до рождения нового жителя. Но зато я буду его по культуре опережать. И монумент я не прекращаю строить, хотя и получил культуру. Ещё руины. Ну, вот видите, мы нашли чудо света, которое даёт 2 еды и 6 религий. Это значит, что наша главная задача на начальном этапе игры – контролировать это чудо. Значит, ближайшие поселенца мы отправим к этому чуду. Так. Ну, вот хорошо, что у меня камень под городом есть. Мы сможем не только расти, но и быстро строиться. То есть, в принципе, у меня тоже неплохое место. Несмотря на то, что у него там 3 еды, у него быстрее растёт город. Но вот видите, у него уже 3. У него город уже размером 3. Он явно там докупил какие-то клетки ещё, чтобы добраться. Может, у него 2 пшеницы там. О-о-о. А зато, видите, я компенсировал это тем, что в руинах нашёл дополнительного жителя. Так что я его догнал по населению. Ну, на данный момент. Но это очень важно. И буду пока стараться вырваться с помощью воли вперёд. Быстрее добраться до бесплатного поселенца, чтобы поставить его рядом с этим чудом. Значит, явно русские где-то вот в этой стороне. Ну, то есть, справа от меня. Потому что вот это природное чудо вряд ли становилось бы только для меня. Это слишком круто для этой карты. Но я вот не знаю. Либо вверху, либо внизу. Ага, здесь город-государство. Ну, сейчас ещё денюжку с города-государства возьму. Тоже неплохо. Так. Будем постоянно следить за демографией. Каждый ход. Ну, с населением у него уже солдат больше. То есть, явно он уже построил скаута. Значит, он не как я. Он первым делом построил скаута. А потом уже что-нибудь. Может, монумент. Но я зато, видите, волю быстрее открываю. То есть, у меня... Почему я ещё по воле пошёл быстрее и быстрее монумент строил? Потому что мы будем проигрывать ему по производству. Значит, этот проигрыш надо чем-то компенсировать. Значит, поэтому мы берём быстрее волю, чтобы республику взять. Это первая компенсация. А вторая компенсация будет с помощью религии. Мы поставим город рядом с чудом. И возьмём с него пантеон, который даёт плюс-молотки к трём последователям нашей религии. Так, ну, продолжаем строить скаутов. Потому что это самые дешёвые юниты. Но их ещё и можно использовать в войне. А нам, главное, прийти к гейтарам. Нашим уникальным юнитам. Но чуть попозже, пока я исследую нужные технологии для развития своей империи. Наша задача прийти к гейтарам Греции. Потому что, я уверен, мой соперник будет спамить с лучниками, что я делал в прошлый. А вот, кстати, русская, что-то там вверху был. Ясненько. Ну, объявляем сразу войну, чтобы не было никаких неожиданностей. Чёрт. Он быстрее, видимо, доберётся до тех руин. Жаль. О, ещё одно природное чудо. Но это не такое крутое, как то. Ну, может быть, потом там какой-нибудь четвёртый, пятый город рядом с ним можно поставить. Так вот, мой соперник явно будет идти через спам лучников. Ну, естественно, с желанием дожить до кавалерии, до казаков. А гейтары у Греции очень классный юнит против лучников как раз. У них передвижение пять клеток, у них на две больше силы. И самое главное, самое главное, это то, что они в два раза быстрее дают прирост генерала. А в войне большее количество генералов у вас приведёт к победе. Так что план на эту игру прост. Мы расползаемся городами. Ну, четыре-пять городов достаточно будет. И пытаемся выжить до гейтаров. Как только мы открываем гейтаров, начинаем их строить и надеяться на победу. Но тут явно в этой игре будет интересно не только развитие, но и сами битвы. Потому что соперник серьёзный. Вот видите, я иду сейчас к пирамидам. Я собираюсь построить пирамиды. Хоть я вам и говорил, что не стоит строить чудеса. Но, опять же, я говорил, что в самом начале не строить чудеса. Великая библиотека вообще в дуэли не самый лучший выбор. А вот пирамиды очень неплохо. Причём, опять же, повторюсь, что это я не с самого начала буду делать их. Они мало того, что дадут двух рабочих, дадут ускорение к производству улучшений на землях. Ещё и дадут очки великого инженера. Всё это поможет в течение игры, если игра затянется. Но понятно, что надо всегда держать баланс. Если вы видите, что ваш соперник очень сильно отрывается по войскам, у него очень много войск, то забивайте на пирамиды и сами строите войска. Потому что пирамиды без войск отойдут к вашему сопернику. Вообще интересная карта. Я не могу пока найти ещё города-государства. Их должно быть всего четыре. То есть ещё где-то три города-государства. Вот у него уже лучник. Ну, может, это у него, правда, скаут, который проапгрейдился в лучника из руин. И понятно, что вот кто будет контролировать это чудо с едой и религией, тут будет контролировать всю карту. Тут даже дело не в бонусе от самого чуда. А в том, что то место как раз является проходом от его столицы к моей. И кто поставит там город, тот обезопасит свою столицу. Правда, я не знаю, как далеко его столица оттуда, но не думаю, что далеко. Это всё-таки Пангея, дуэль, маленькая карта. Каких-то особенных гор тут нету. Ну, продолжаем разведывать карту. Пока идёт такая игра на развитие. Я вот не знаю, кстати, по-моему, он до моего города не добрался, до моей столицы. Он не видит, где я нахожусь. Ну, собственно, как и я не вижу, где он находится. Видите, я сейчас размышляю, рабочего строить или скаута. Но всё-таки решил ещё одного скаута. Тремя скаутами. Потому что я напомню, что в воле один из общественных институтов даёт рабочего и бонус к строительству рабочих. То есть они будут быстрее строиться. И до принятия этого общественного института, в принципе, в городе строить рабочего не стоит. Я бы, честно говоря, воровал у городов-государств. Несмотря на то, что бонус у греков связан с городами-государствами. Мол, они... Знаете, что мы тут, если что, добьём того воина, которого там варвары пытаются зажать. Так вот, несмотря на то, что у греков есть бонус к отношению с городами-государствами, всё-таки воровство рабочих в начале игры даёт очень много для развития вашей империи. Ну и плюс к тому, отношение города-государства в положительную сторону для греков будет в два раза быстрее улучшаться. Так что вполне можно использовать. Так что тут... Ну, это не такой прикольной руины, как были предыдущие. Всего лишь улучшили скаута. Ну, тоже неплохо. Ну, то, что тут варвары нас окружают, что-то тут ходят по моим территориям, это не важно. Вот, наконец, первый рабочий. И, естественно, в срочном порядке, видимо, как раз скаут родился, это очень хорошо. И в срочном порядке ведём к чуду его. Мы как раз тогда получим пантеон. Нам не надо будет никаких зданий для религии строить, ни святилищ, ни храмов потом. Ну, вот я думаю, пирамиду уже может построить. Ну, давайте начнём. Правда, потом я переключусь, наверное, на что-то другое. А пока начну. Потому что у меня уже будет второй город стоять, в котором я могу армию строить. И пирамиды очень помогут в этой игре, по моему мнению. Первым делом я передвигаю скаута, чтобы случайно не нарваться. Ну, вот где мне компьютер предлагает поставить город, это фигня полная. Я буду ставить поближе к чуду. Первым делом передвигаю скаута, чтобы не нарваться на соперника. И он может проявить чудеса быстрого клика и моего поселенца захватить. Вот, кстати, город-государство очень хорошо расположен за мной. То есть к нему мой соперник вряд ли доберётся, чтобы денежку получить. Ну, и судя по тому, что я получил плюс 30 золота, он до него и не добрался ещё. Так, надо ещё где-то два города-государства найти. Ну, я думаю, что один точно где-то в его стороне будет. Ну, вот видите, он уже опережает меня по солдатам. Ну, не на много, не на много. Он явно там... Я пока строил скаутов, он строил лучников. То есть у него, наверное, на одного лучника больше типа такого. И опережает уже по производству. То есть явно он открыл животноводство. И где-то рядом с его городом лошади. Ого! Это я неудачно скаута передвинул. Но всего лишь на один молоток он меня опережает. И по всем остальным показателям я впереди. Так что всё не так уж плохо. А сейчас я ещё поставлю город. Кстати, я буду его... А, видите, я переключился опять на 2D. Помните, по первой серии, чтобы быстрее передвигать. Вот видите, он успел только одним лучником в меня выстрелить. Так что я смог убрать его. А так мог потерять, если бы я оставался в 3D. Ну вот, я ставлю город на холме. На холме для того, чтобы у него была больше защита от соперника. И сразу покупаю это чудо в клетку и ставлю туда жителя. Следующим ходом я получу пантеон. Так, поменяем, да, чтобы мой скаут выжил следующим ходом под обстрелом лучников. И вот, смотрите, я мешаю воину русских уйти от варваров. Поэтому я там закрепился на холме. И ему будет... Так, ну он отодвинулся все-таки. Но вот здесь у меня вылечившийся воин. Я напомню, что варвары нападают на тех юнитов, у которых меньше, меньше жизней. То есть, например, лучник будет атаковать в первую очередь его воина, а не моего. Вот принял пантеон, как я и говорил, плюс один молоток в том городе, где три последователя пантеона. И строю в Афинах поселенца. Сейчас это будет очень быстро, потому что, во-первых, принят общественный институт, который позволяет быстрее строить поселенцев. Во-вторых, еще взят и пантеон, который добавляет молотки. Ну и еще надо переключить всех жителей на клетки, которые дают больше всего молотка. Но в данном случае ведь я переключаю на золото, потому что это не влияет на скорость строительства поселенцев. Он все равно за четыре хода построится. А вот золото мне будет нужно для того, чтобы апгрейдить моих лучников в длинные луки, во-первых. А во-вторых, для того, чтобы вообще содержать мою армию. Ну вот, мой соперник там воином отошел и у Джакарты захватил рабочего, пока я тут ему мешаюсь. Не знаю, как он его будет везти к своим городам, кстати. Вот видите, он постепенно подводит свои войска. То есть, вот явно его города, там вот чуть выше справа, его город точнее. Судя по очкам, у него еще один город. Ага. Вы смотрите, я по всем параметрам впереди него. Это, конечно, благодаря второму городу, но это о многом говорит. То есть, он, вот у него только один общественный институт воли принят. То есть, я впереди него нахожусь пока по развитию. И быстрее него тут у меня получается что-то делать. Вот смотрите, теперь я попал в ловушку, меня тут варвары долбают. А он подвел своих юнитов, чтобы помочь варварам меня долбать. Ну что ж. Не будем отсиживаться в обороне. А, вон у него еще и лучник какой-то. Вы понимаете, неплохо потерять юнита, и чтобы он потерял юнит. Это нормально. Вот если он будет убивать юнитов, а мы его не будем убивать, вот это плохо. Так что взаимный размен, это еще нормально. Потому что это дуэль. Когда вы играете групповые игры, каждая потеря юнита все-таки сказывается. Ведь остальные игроки, когда вы не воюете, они развиваются. А в дуэли размен юнитов это нормально. Здесь главное держать вашего соперника в напряжении. Потому что, вот видите, он нападает. Ну все, потерял своего воина, но в ответ я его лучника убил. Что тоже... И вот смотрите. Сейчас я уверен, что он потеряет своего воина. Видите, который стоит между варварами. Он следующим ходом его потеряет. А я постараюсь следующим ходом добить его того вот лучника, который в красной зоне уже находится. Так что я потерял всего одного юнита, одного юнита, а он потеряет уже трех. А кстати, вон еще варвара. Знаете, что того лучника даже варвар добьет, а не я. Потому что он может напасти на моего скаута и на лучника соперника. Но так как его лучник меньше по жизням... Да, точно, смотрите. Спасибо, любимые варвары. Вот обратите внимание, сейчас мой соперник потерял трех юнитов, в то время как я потерял всего одного. Замечательный размен. Это немного откинет его назад. В это время я вот могу в своем городе и монумент строить, а не лучника. Так что все просто замечательно. Ну что ж, в столице после того, как мы построили поселенца, можно продолжить строить пирамиды. Я уверен, что мой соперник будет сейчас занят восполнением рядов воинских. Так, ну тут вот вопрос, куда ставить. Там, конечно, чудо внизу, это природное, но сама местность не фонтан. И вообще мне желательно найти местность с лошадями. Потому что хотя у меня под столицей есть лошади, но там всего четыре лошади. А мне же гейтаров надо строить. Из каких-то лошадей. Пойду я вверх, пожалуй. Да, конечно. Ну сейчас мне хорошо повезло с варварами. И вы обратите внимание, если бы я там испугался, поставил своего воина в защиту, а не напал на его скаута. И своими скаутами не подошел бы к его юнитам. Типа испугался, чтобы их не поубивали. То такой бы ситуации не создалось. То есть надо играть агрессивно. Не отсиживаться в обороне. Тем более, когда ваш соперник как раз тоже агрессивно играет. Каждая потеря им юнитов отбрасывает его назад. Смотрим по демографии. Видите, у него ноль. У него вообще ноль солдат. Ну, замечательно. К сожалению, нечем мне сейчас завоевывать его. Ну, точнее, я сейчас следующим ходом пойду в ту сторону, так как он не может меня ничем убить. То я постараюсь своим скаутом разведать как можно больше территории. Но, видите, в той заварушке, получается, были уничтожены все его войска. Ну вот. Теперь мы начинаем идти к гейтарам. Я решил сначала исследовать гейтар, а потом уже исследовать констракшн, чтобы апгрейдить лучников. Потому что мне все-таки важнее строить гейтар, чем апгрейдить лучников. Потому что своими гейтарами я смогу очень хорошо противодействовать лучникам моего соперника. Ну вот компьютер там мне предлагает, где поставить город. Правда, я пока не вижу там лошадей. Вот здесь есть лошадь. А, вот он Петербург поставил. Значит, у нас уже по два города. Вот только что он поставил Петербург, понимаете? Причем, смотрите, он рисковал, он вел поселенца без защиты. Вот и стал сразу моего скаута обстреливать. Блин, не успел я скаутом исследовать его территорию. Ну, хоть Петербург увидел. Тогда попробуем следующим скаутом, который еще жив. Иду туда своим лучником, бывшим скаутом, чтобы посмотреть, есть ли там лошади. В принципе, вот место неплохое, которое предлагает компьютер. Но я, наверное, город чуть ниже поставлю, чтобы... Ну, вот видите, за счет второго города он уже меня и по производству обгоняет, и по золоту. Ну, это нормально пока. Все пока... То есть это не такое огромное преимущество в два молотка всего лишь, чтобы можно было уж как-то сильно беспокоиться. Вообще, конечно, то, что я строю пирамиды в столице, это тоже своего рода риск. Но на данный момент, так как я вижу, что у моего соперника войск немного, то я готов на этот риск пойти. И все-таки постройка пирамид даст мне довольно солидное преимущество. Ой, вот я на третий город государства наткнулся. Ну, с одной стороны, конечно, классно, я еще 30 золота получил, но он расположен не очень удобно для меня. Где же мне теперь третий город ставить? Так, что у нас тут? Вот, смотрите, он уже восстановил свою армию. Уже, видимо, у него два лучника, как минимум. И я своим скаутом не смог добраться до его столицы, к сожалению. Сейчас надо будет опять уводить скаута из-под стрельбы. Так, ну, буду вот здесь, ниже все-таки ставить город, потому что он тогда ближе к столице. Меньше у меня будет уходить содержание на дороге. Ну и плюс к тому здесь гора. То есть, если игра затянется, то можно будет обсерваторию построить. Так, ну, плюс 4 золота. Давайте все-таки переключимся на молотки. Видите, на один ход быстрее будет. Пирамиды будут построены. И после пирамид уже, пожалуй, сосредоточимся. Так, это я купил, чтобы... Нет. Видите, не увеличивается скорость строительства. Тогда, пожалуй, обратно сюда, потому что здесь еще плюс золото дается. Так, ну, вот видите, он уже по многим параметрам вперед вышел по производству и по золоту. Но сейчас я поставлю третий город. И опять у меня будет преимущество. Опять на холме, чтобы производство повыше было. То здесь я не боюсь его нападения. Потому что если он будет нападать на тот мой третий город, это явно, что уже первые два моих уничтожены. И игра проиграна. Но строительство на холме прибавляет производство. То есть быстрее будет строиться все там. Так что ставить город на холме в начале игры очень неплохая идея. Ну что ж, сейчас у меня, по идее, должно появиться новый общественный институт. Принимаем... Вот не помню, как он называется. Кстати, вот эти новые анимированные менюшки. Опять же, спасибо Кельмариелю. Вот он делает такое оформление для меня замечательное. Ну вот, принимаем гражданство. Получаем бесплатного рабочего. До 25% быстрее строится улучшение. Сейчас еще достроим пирамиды. И вообще у нас наши рабочие будут со скоростью ветра все строить. Будут вообще такие молодцы-молодцы. Ну, смотрите, соперник мой уже... Два лучника. Ну, у него явно уже не два их, а больше. То есть он восстановился после той потери своей армии. И начинает опять меня прессовать потихоньку. Так что надо перекидывать свои войска к Спарте. И там становиться в оборону. Видите, в Спарте я только лучников и строю на данный момент. Опять переключаюсь в 2D, чтобы быстрее двигать мои юниты. А вот смотрите, видите, в конце хода уничтожил скаута. Мой соперник воспользовался шифтом. Это как действует шифт. Вы зажимаете шифт, указываете юниту, куда идти. И он передвигается в самом конце хода. Таким образом, видите, он застал меня врасплох. Потому что в играх с русскоязычными пользователями почему-то шифт считается читом. Какой-то чит, если он предусмотрен создателями. И я, в общем, расслабился, потому что привык... Не привык им пользоваться. Хотя я его читом не считаю. А вот мой соперник без проблем им воспользовался. То есть пододвинул лучников к моему скауту и захватил, и убил его. Ну, здесь я, слава богу, успел свою скаута убрать. Можно было, конечно, его вылечить промоушеном. Но я решил лучше взять ему промоушен плюс к защите. Чтобы потом он мог спокойно гулять по чужим территориям. Так, теперь я проигрываю по армиям. И довольно серьезно. И вот сейчас пирамиды следующим ходом закончат строиться. И я в Афинах начну в ускоренном... Ну, вообще во всех городах. Вот в Каринфе я закончу еще монумент строить. И мои все города в ускоренном темпе начнут строить юнитов. Потому что иначе меня соперник сметет. Знаете, у меня такое ощущение, что он в городах вообще кроме войск ничего не строит. Потому что так быстро восстанавливать армию... Так, ну смотрим. Ну, опять я его по производству превосхожу. Да, аж на четыре молотка. Благодаря третьему городу. И знаете, судя по очкам, у него тоже уже три города стоит. То есть такой разрыв не очень большой. Ну вот, пирамиды я достроил. Теперь везде лучников, лучников. И у нас три хода до открытия гейтаров остается. Только будут открыты они, у меня в городах будут строиться только гейтары. И вот как раз к этому времени можно и лошадок присоединить. Кстати, до принятия гражданства, если вы не захватывали рабочих, городов-государства, в принципе, вам никакие улучшения рядом с городами и не нужны. То есть, как бы так, примите внимание, что до гражданства вы ничего рядом с городами не улучшаете. Поэтому важно хорошее место для столицы. А вообще остальные города ваши лучше всего ставить на ресурсы роскоши, сразу прямо на них, чтобы не надо было их улучшать. Но, видите, у меня здесь, дело в том, что мне нужно было и вот то чудо природы. Поэтому я не поставил на вот хрюшек, как мог бы в начале. А Каринф мне более важен был рядом с горой. И тем более, что хлопок и так рядом со столицей есть. То есть, в этом плане у Каринфа, ну, так, так, не очень хорошее место расположения. Но все же, что есть, то есть. Так, ну, пока, видите, мой соперник не рискует близко к Спарте подходить. Поэтому я могу своими, могу пока тут строить спокойно лучников. Ну вот, я смотрю, что тут лошади есть, до которых дотягивается и Петербург, и Спарта. Но это такой ресурс, в данном случае, даже если мы до него дотянемся, вряд ли кто-то из нас даст сопернику его использовать. То есть, нету смысла пытаться туда рабочего везти и его присоединять. Потому что в итоге разрушат, и юнит соперника только вылечится. Зачем мне ему давать такую возможность? Ну вот, в Каринфе достроился монумент. Видите, я тут размышляю, может построить амбар. Даже не для роста, потому что, видите, у меня минус счастья. Ну, хотя я там скоро присоединю ресурсы роскоши. И будет плюс. Но в данном случае амбар не для роста, а для все того же производства. Потому что он дает плюс два еды. То есть, можно одного жителя переключить на клетки с молотками. Но все-таки надо восстановить армию. Я боюсь, что мой соперник вовсю там спамит лучников. Пока я тут буду строить амбар, ко мне придут. Поэтому надо срочно сначала восстанавливать армию. Пока есть деньги там на содержание и деньги на апгрейд. Так, давайте проверим, что тут у нас. О, никого не стоит. Значит, мы здесь закрепимся. Хотя, опять же, мой соперник может следующим ходом шифтом подобраться. Вообще, уже стоило бы от Афин к Спарте дорогу строить. Чтобы для быстрой переброски юнитов. А, вон там его скаута варвары коцают. Так что поможем варвару. О, у него уже длинные луки. А мне еще... Точнее, композитные. Что я путаю с англичанами? Композитные луки. А мне до композитных луков еще шесть ходов. Но зато я уже открыл гейтар. И сейчас я буду строить гейтар. Мне продержаться до постройки первого гейтара. И я смогу нормально от композитных луков отбиваться. Видите, я решил в Афинах каменную мастерскую построить. Для начала. Потому что оно даст нам производство еще больше в столице. Войска у меня и так строятся во всех остальных городах. Видите, в Спарте я стал амбар. То есть я надеюсь отбиться все-таки от него теми силами, которые у меня есть. В данном случае три лучника и скаут. Под Спартой. Ну, посмотрим, как у меня это получится. Да, я решил лучником. О, видите, опять он шифтом передвинул ко мне скаута и попытается моего лучника уничтожить. Успел. Успел убрать. Идет вперед. Ну, будем отбиваться. Ого, ого. Три композитных лучника и скаут против трех обычных лучников и скаута. Ну, блин, убрал скаута. Черт. То есть придется по тому композитному луку стрелять. Суровая ситуация. Не знаю, надо, наверное, видимо... А, ну, вот видите, я тут еще присоединяя шелк вырублю лес, так что у меня там быстрее построится каменная мастерская, поэтому... О, смотри, у меня сколько... Два скаута практически умерших. Блин. Тяжелая штука. Боюсь, я тут каких-нибудь лучников потеряю. Да, вот он еще пододвинул. Блин. Вот. Очень... А-а-а-а-а-а-а-а-а! Блин, ну, вы видели? У меня переключил компьютер, и я не успел сделать повышение своему лучнику, вылечить его, и поэтому потерял. Вот, блин. Напоминаю, чтобы компьютер вас не переключал в другую сторону, вы должны перед концом хода выбрать этого юнита, на котором вы хотите, чтобы остался экран. выбрать его и тогда вас не будут переключать так да там тяжелая ситуация соперник начал давить коринф а я тут вот вообще по-хорошему в спарте надо было бы переключить на строительство лучника переключаю на рост городов то есть я еще надеюсь отбиться тем теми силами что у меня есть и даже этого лучника не убираю от защиты рабочего а продолжаю продолжаю его здесь держать ну видите я воспользовался помощью губернатора города на автофокус на еду переключил то что я просто нету времени сейчас опять шифтом видео опять шифтом воспользовался мой соперник и захватил моего рабочего еще к тому же тут я что-то сливаю сливают так вот воспользовался автофокусом на еду просто потому что меня нету времени сейчас самому переключать в ручном режиме моих жителей по клеткам так строю во всех городах лучников хотя уже кстати можно и гейтар строить это я опять же отвлекся и потерялся немного в игре что у меня уже лошади присоединены 4 4 лошадка у меня есть и можно спокойно гейтар строить ну вот я ведь и смотрю в спарте что 13 ходов это долговато на данный момент в столице я видите пока не соображаю что можно в столице начать гейтар строить ну ведь сейчас меня соперник очень так сурово прижал именно потому что он пользуется шифтом я этого не ожидал от него че ну как не ожидал просто привыкший играть с русскоязычными соперниками которые этим не пользуются так ведь и он отвел рабочего чтобы я его не мог захватить если даже и уничтожил его все правильно он явно не сможет его довести к своим городам чтобы его использовать но мне отдавать его нету никакого смысла поэтому он его удалил и все до потери рабочего что-то у меня там лучника уничтожили прямо на улучшение на в то время когда я его мог вылечить из-за переключения экрана потери серьезно серьезная так что мой соперник начинает меня превосходить к сожалению но эти все мои города строят лучников сейчас я надеюсь немножко восстановить статус-кво и главное их быстрее довести до спарты нужно дорога туда нужно туда дорога и не только туда вообще вот то есть надо спарты и вокруг спарты можно даже сделать дорогу чтобы было удобнее перемещать своих юнитов во время защиты ну видите у меня один ход до открытия композитных луков пока мои лучники здесь немного урона наносят так у меня 180 золота то есть я троих смогу проапгрейдить в композитные луки что неплохо было конечно знаете я думаю что он мало того что строит юнитов он уже на джакарту явно наезжал или какой-то у него еще город наверное рядом с ними есть какой-то город государства и получил с них дань и таким образом он проапгрейдил своих композитных луков потому что он когда нападал сколько у него было 4 или 5 их а это извините 210 220 золота это если 4 ну их надо же где-то заработать вот я видите особо золото не тратил у меня всего 180 так что я думаю он получил дань с города государства а я не получаю потому что во первых у него больше войска во вторых я не могу городу государству подойти пока да ну вот быстренько апгрейдю то что у меня есть три штуки у меня уже минус один золото но это не так страшно то есть минус золото я вам в прошлой серии еще рассказывал то есть будет минус в науке это не очень страшно так я все-таки попытаюсь открыть библиотеку потому что судя по демографии не он не я письменность не открывали потому что ноль процентов и напоминаю что если в демографии ноль процентов написано у какой-то нации значит она просто еще не открыла письменность так опять я в каринфе хочу амбар начать строить ну прям не знаю просто из каринфа далековато войска вести так что в принципе имеет смысл там на данный момент амбар строить всегда можно переключиться но я думаю сейчас у меня лучников будет достаточно чтобы отбиться но их еще довести надо то спарты хорошо мы сейчас соперник не рискует нападать смотрим по демографии но уступаю по войскам но не так сильно чтобы беспокоиться тут сейчас будет все зависеть уже от тактики то есть тактики войны меня волнует что эти шифтом пользуется я к этому непривычный к сожалению вообще конечно с помощью 6 шифта нападать намного проще я почему не против шифта потому что при одновременном ходу ходе защищаться намного проще чем нападать и shift эту разницу нивелирует то есть с помощью шифта у нападающего появляется ну можно сказать не преимущество уравновешивает его защищающим так что я считаю что шифтом надо пользоваться но я сейчас в роли защищающего потому что все таки я вот захватил важный плацдарм и мне важнее его удержать если я его смогу удержать отобью все атаки своего соперника то можно считать что эта партия выиграна поэтому я уверен что мой соперник сейчас копит силы для такого решающего марш броска на мои войска я же пока параллельно и строю войска и развиваю свою империю то есть не забываю о войсках видите опять не забываю о зданиях видите опять я переключаю успел вылечиться боже да я согласен иногда с людьми которым не нравится одновременный ход что типа кто быстрее кликнул то ты победил но дело в том опять я принимаю мир это курсе дело в том что здесь надо предугадывать ваши движения вот я выдвинул вперед своих лучников прекрасно осознавая что мне придется следующим ходом как можно быстрее кликать и лечить их тем кто кому то не нравится держите лучников подальше ну это как то сказать не ухудшит ваше тактическое положение и так и так можно играть просто мне нравится вот вот так играть я таким образом держу в напряжении своего соперника чтобы он там не скапливался под моим городом и постоянно его обстреливаю ну и экспириенс тоже получаю мне генерала побыстрее бы получить так но опять вот он меня обогнал в молотках в золоте но мы так все время колебаемся с ним вместе по этим параметрам и меня больше все радует что я не отстаю далеко по производству это значит что россия свой бонус нации не использует а я у меня пока все хорошо ну наконец-то родился великий пророк сейчас я буду основывать религию естественно я возьму бонус к молоткам так дальше я вот иду к мастерским чтобы еще увеличить продукцию ну а там и недалеко до арбалетов так вот в религии сейчас когда уже выберу пророка тогда будем по этому поводу говорить все начинаем строить дороги своими рабочими основываем религию как всегда мой любимый иудаизм шалом вот смотрите в религиях основателя я беру не плюс 2 к каждому городу а плюс 100 золота за конвертирование города одномоментно потому что это дуэль пангея здесь городов немного и это во первых а во вторых мне желательно как можно быстрее победить и одномоментные плюс 100 золота даст мне намного больше чем этом каждый ход буду плюс 6 например получать тем более что еще неизвестно когда города конвертируются ну а верование последователей я взял по одному проценту за каждого последователя в городе к молоткам это очень крутой бонус к производству правда города у меня будут не очень большие но все равно этот бонус хорошо работает видите я уже подвел под спарту своих трех композитных лучников и мой соперник предпочел ретироваться чем стоять под обстрелом ушел из-под обзора естественно он стоит где-то рядом с городами к ростову отвел ведь он уже ростов кстати поставил я забыл обратить на это внимание между спарты и джакартой и очень такое удобное для него место и неудобное для меня потому что он будет оттуда мне грозить и знаете судя по всему у него уже четыре города нет наверное все таки три еще вот это мое лидерство в очках только за счет того что у меня чудо построено пирамиды кстати обратите внимание что не взирая на свой ник and turn fest то есть заканчивая ход быстрее он не ни разу не написал в чат что типа я очень долго хожу в отличие от моего предыдущего соперника это кстати отличает сильных соперников от ну я не буду обижать моего предыдущего соперника говорит слабых но от неискушенных лучше так скажу все понимают что здесь вот опять шифт видели как у него он сразу тремя лучниками ну все хана моему лучнику покеда или я успел его убрать неужели успел ухты ну может следующим ходом его накроет ну вот видите как он меня ловит постоянно вот этим ходом шифтом блин вот опять моя ошибка зачем я на две клетки пододвинул лучника и я бы увидел что он скаута подвел все я бы на одну только клетку пододвинул и обстрелял его скауты спешу спешу но он ведь имя так напугал вот этим движением тремя композитными лучниками на моего что я тут ножка растерялся ну продолжаем строить гейтаров у меня их а это первый только появился но это будет сюрпризом для моего соперника еще не ожидает видимо их увидеть и наверное не зная силу гейтар раз мне позволил выбрать грецию ведь как у него же быстро строится дорога у меня дорога строится за один ход каждый ход дорога появляется я очень быстро могу прокладывать да вы меня наверное спросите почему я не напрямую повел дорогу а вот так чуть выше объясню во первых для того чтобы потом ну убили все таки моего этого композитного лучника жаль на ровном месте подставил можно сказать для того чтобы от нее во первых сделать ответвление к третьему городу туда наверх а во вторых чтобы она проходила вот по сайте а я не заметил что мне оказывается он разрушил лагерь на хрюшках для того чтобы она проходила вот по хрюшкам и по этим холмам дальше такая вот напрямую шла именно для этого то есть но я буквально на на одну дорогу лишнюю построена в плане логистики а нам для меня удобнее будет ну что ж чувствую нас тут начинаются уже серьезные боевые действия думаю мне в городах нету смысла отвлекаться на какие-то другие постройки кроме войск вот видите тут размышляю куда мне передвинуть так по войскам ну еще более-менее рядом видите я просто я пододвинул сюда скаута и лучника для того чтобы попробовать истребовать дань с джакарты но она они говорят что я слишком слабо они меня не боятся это потому что сила армии у русских выше чем у меня поэтому русские могут наверное стребовать дань я не знаю мне надо выйти на первое место по силе армии и тогда получится требовать дань я думаю судя по демографии и по моим войскам у моего соперника пять шесть композитных луков ну и два скаута я и так знаю у него есть да тяжелая битва предстоит но пока как по моему пока я больше потерял войск чем он но не намного и нас такое равновесие сейчас все зависит от развития наших а ведь ведь он у джакарты еще одного рабочего украл сейчас все зависит это развитие наших империй от роста наших городов то есть чем выше рост будет тем больше производства будет в городе и тем быстрее мы сможем строить армию вот у кого это будет выше а я надеюсь что у меня потому что за счет пирамид блин вот смотри ну я дебил я вам в прошлой серии говорил что не двигать не стрелять по сопернику используя мышку вот я моран пишу то есть мудак извините перевожу на русский сам про себя не двигать лучников не стрелять лучников мышкой использовать горячую клавишу би и только так стрелять сейчас попытался выстрелить в скаута я шли ну это расслабился называется он это время скаута передвинул передвинул с этого места и вот мой лучник вместо того чтобы выстрелить это место туда пошел так что никогда не используйте я думаю что этот лучник потерян ну смотрите опять 6 шифтом воспользовался этом можно было вылечить его я не успел ну что ж придется раскрывать свои планы что у меня есть гитары я хотел приберечь это хотя бы штуки три чтобы у меня было я бы тогда мог его армию вынести намного проще но у меня уже сингапур другом стало интересно за счет чего непонятно а я трюфеля добавил свою сеть вообще по хорошему играя за греков мне бы надо еще и следить затем какие квесты дают города государства их выполнять и переманивать их на на свою сторону но я к сожалению просто не успеваю мне не хватает времени за этим следить сами видите я практически на next turn не нажимаю таймер до конца доходит ну что ж придется сейчас немножко идти вперед атаковать его не зажиматься не показывать ему что у меня вот потеря за сколько за последние 3 или 4 хода я двух лучников на ровном месте потерял причем и не не убил ни одного его юнита надо показывать что это для меня не проблема что у меня тут дофига войск потому что меня его навал беспокоит если он сейчас попытается напасть на спарту не знаю смогу ли я отбить эту атаку но будем делать хорошую мину при плохой игре пока во всяком случае пока идет равновесие да кстати вот сейчас я за мы сейф загрузили то есть мы играли в один день но сначала с утра кто на попросил моего соперника сделать сейф я уходил по делам и мы продолжили через четыре часа вот сейчас продолжение игры ну спарта выросла вот благодаря тому что у меня сингапур стал другом у меня много счастья могу вырастить побольше свои города чем я сейчас и занимаюсь и вообще желательно играя через волю при любой возможности города выращивать они вас конечно не отъедятся как через традицию но любой лишний гражданин любой лишний житель увеличивает ваше производство и можете больше построить войск но не знаю вообще стоило бы то есть вот эта вся стратегия игры через волю на широкую империю она подразумевает что у вас будет городов пять даже вот на такой маленькой карте как пангея а у меня всего три города я боюсь прекратить строить войска потому что я вижу что мой соперник свои войска строит не переставая я боюсь пасть под его навалом но вот видите как гейтары хорошо работают и к сожалению не убивая его лучника но ему приходится отступать оттуда кроме того мне еще нужно где-то лошадей взять у меня всего четыре лошади вот видите они уже все использованы два гейтара уже в действии еще два строятся это маловато мне бы хотелось побольше кто он своего свою лошадку сюда привел так но не успел я ее при прижучить задумался не задумался зачем я не мог решить кого мне лучше выносить лучше этого композитного лука или лошадку ой лошадку него еще вылечилась вот обратите внимание что мы практически не используем повышение юнитов на то чтобы дать им какую-то специализацию а используем на лечение потому что потерять юнита намного не точнее не потерять юнита намного важнее чем дать ему повышение если вы можете его там отвести полечиться у вас есть такая возможность то конечно давайте повышение но ведь у нас передовая впереди и любая оплошность приводит к тому что юнит умирает и лучше его лечить так ну вот я построил дороги где мне хотелось то есть соединил спарту и свою столицу и по этим вот двум холмам построил дороги то есть я смогу быстро передвигать юнитов вообще желательно еще больше дорог построить но я все-таки хочу содержание оставить на новых юнитов чтобы денежка у меня тратилась на содержание юнитов а не на дороге ну и плюс к тому сейчас и я еще поведу дорогу каринфу к своему третьему городу так что все равно сейчас в минус по золоту видимо уйду о у меня наконец-то родился генерал надо его быстренько на передовую вести может не знаешь за что хвататься гитары родились генералы родились начало на генерала подвести помню кстати что он действует в радиусе двух клеток так что вот все мои юниты кроме пожалуй нижнего лучника вот там дискаут стоит лучник вот до них он не дотягивается остальные вот мои юниты тут уже получили 15 процентов бонус генералу знаете что я думаю что и моего соперника уже должен быть генералом и так приблизительно одинаково друг друга кромсали а на варварах генерал не прокачивается там по-моему только первый удар каждого юнита то есть получили мы должны получить его одинаково вот второго генерала я планирую получить раньше своего соперника потому что у меня гейтары которые на 50 процентов дают больше очков к появлению генерала и отвозим вот чем хороши конные луч конные юниты вообще гейтары в частности что у них много очков движения и после нападения можно отвести но я вот боюсь гейтаром добивать этого лучника потому что я тогда не смогу его отвести имя там видимо его застреляют так что я пока мочу ближайше но сейчас наверно уже можно потому что я опасно не отпускай постоит пока я не хочу сейчас гейтаров терять то есть сейчас уже обмен гейтара на композитного лучника не так выгоден сейчас я попробую успеть его застрелить вылечился и потерял своего лучника боже но но видите насколько крутой у меня соперник он успевает мочить моих гейтар и то есть здесь ну правильно говорят что вот он быстрее кликает чем я но дело даже не в том что он быстрее кликает а он быстрее соображает чем я у него я нападал на его лучника но он успел его вылечить а когда он вылечил я не сообразил что мне со своим лучником сделать и он успел двумя своими лучниками его убить но я ему немножко отомстил видите гейтары все-таки сила сейчас вот еще они не хватает очков хода думал добить вот того юнита так сколько мне до 2 генерала еще далековато конечно он по воле идет видите отстает по воле я быстрее принимаю общественные институты чем он вот тут я неправильно дорогу поставил блин надо было на холме левее ставить дорогу вот я дурак ну придется видимо удалять эту дорогу и терять время да спешка 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 не приводит к добру ну смотрите как он меня уже так хорошенько окружает своими лучниками скаутами то есть минут не прорваться этого скаута стоит убрать потому что следующим ходом композитный вот лук будет его обстрелить зато своим лучником которого он не может обстрелять своими композитными луками по что вот мешает чудо природы я могу так сейчас мы попробуем по-быстрому на этого напасть опять повышению как не вовремя и убираем так этот убрал своего лучника опять повышение вот сейчас пока не знаю как его лучше использовать давайте пока гейтаром нападем и уберем быстро так но нам все лечим то есть он использовал сейчас своего своих каких-то лучников для стрельбы я думаю что я сейчас пододвину блин не успел пододвинуть хотел пододвинуть вперед лучника и вот убить тихо и средства но он нормально меня обкладывает я что-то волноваться уже стал мочу его мочу у него все новые новые юниты приходят что-то меня это волнует нет никаких зданий не строим давайте все-таки попробуем сеттлера и сходим вниз посмотрим будут ли там лошади блин опасном я нету для него прикрытия никакого а там внизу варвары что-то как-то напряжно все стало очень так некомфортно я себя чувствую но гитары мои мне в помощь так убираем тут эту дорогу которую не в тему поставил так да давайте здесь дорогу построим чтобы на передовую было быстрее выводить он видите он не видит моего лучника там и я могу его обстреливать спокойно он убирает скаутов он думал что он убрал скаута в безопасное место а нет на самом деле очень-очень замечательно ведь он не успел лучника своего убрать прежде чем я его гейтаром напала вот еще этого нападем гейтаром вот там у меня верхний фронт все хорошо так здесь дорога построена уже вот и скаута я его приговорил ну в принципе если я сейчас разменяю одного скаута своего скаута на его меня это вполне устроит так не успел не успел не успел не успел гейтара моего убили не очень хорошо гейтар за скаута не фонтан но вот я ищу его композитного лучника в общем я отдал гейтара за композитного лучника и скаута ну в принципе в принципе равносильно ладно что уж тут так но у меня по ощущениям что его атаку отбил во всяком случае он потерял трех юнитов в любом случае мы еще надо отойти полечиться надо будет следующим ходом посмотреть демографию как там с войсками каково соотношение но жалко потерял гейтара конечно ладно строим дорогу коринфу незабываем о развитии своей империи не надо сосредотачиваться только на войне потому что как она вот опять shift видели вот он подвел к моему гейтару и уничтожил его на елки палки но но елка палка как же так на ровном месте гейтара потерял опять и не успеваю я его композитного лучника убить но здесь видите у меня не сильно он поранен гейтар был поэтому я его продвинул и скаута тоже продвинул скаут тем более получил больше защиты уже второе продвижение и больше лечение на чужой территории не на своей границе на чужой территории да что у меня денежков нету чтобы этого лучника несчастного проапгрейдить наконец у меня только два гейтара осталось а двух я потерял у нас в спарте следующими ходами будем строить гейтаров и вот этим я уже бронзовое литье открывается а там еще один уникальный юнит греков гоплиты или гоплиты правильно гоплиты наверное и у них они как копейщики но еще плюс у них на две силы больше кстати я бы вот на месте своего соперника смотрим о я его впереди по солдатам замечательно то есть все таки несмотря на все размены я его армию больше покоцал я бы на месте своего соперника все таки построил несколько копейщиков чтобы как-то бороться с моими гейтарами но он видите предпочитает сосредоточиться только на лучниках я вот думаю что мне в каринфе лучше построить гоплит гоплит а кавалерию гейтаров в афинах и спарте ну вот и блин боюсь я вести своего поселенца вниз без защиты поэтому я видимо из каринфа отправлю только что построенного лука композитного лука вниз опаньки вот это я скаута зря подставил но мне очень хотелось посмотреть что там у него но видимо это последнее что увидит скаут в этой жизни но сейчас посмотрим так надо как-то его хоть как-то защитить наверное стоит наверное стоит подвести туда ниже генерала чтоб меньше урона ему досталось да пока сеттлером не буду передвигаться вниз я боюсь что его варвары захватят сейчас подведу к нему композитного лука и тогда они вместе пойдут да у него видимо лучники его походили поэтому он меня не обстреливает ну тогда еще еще скаут может выжить а или он сейчас шифтом будет двигаться сейчас мы увидим нет михаина что они походили все я успел убрать скаута хорошо он выживет пока так надо гейтаром проверить что тут так там у него один лучик я вот к сожалению за холмами не вижу за холмами не вижу что происходит очень хорошая для него позиция для отступления он там лечит и собирает армию ну давайте посмотрим где нам предлагает компьютер город поставить но я к сожалению не вижу какие там ресурсы внизу вверх он нам не предлагает ну сходим туда видите интересно что он рядом с чудом природы не предлагает ставить ну надо вниз идти потому что еще конечно вот вариант там вот вверху между мамбаса и сингапуром неизвестность но мне нужно место где есть лошади это вот самое важное я собственно четвертый город только ради лошадей и хочу ставить если лошади нету то он грустно грустно это очень нехорошо будет ну видите опережаю все еще опережаю по армии так что можно немножко расслабиться я отбил атаку слава богу но продолжаем юнитов строить не останавливаясь я уверен что это не последнее его нападение тем более что но мы теряем приблизительно одинаково юнитов и причем в последнее время мне кажется что я все таки больше теряю поэтому меня это волнует меня спасает только то что экономика у меня выше кстати пока вот это чудо природы которые захватил никак не играет никакой роли особенный в игре то есть но только влияет на столицу наверно в столице чуть больше производства и за счет этого я догнал своего соперника по производству а так пока еще значимых бонусов от этого не получают и а к тому что если например кто-то будет писать в комментариях что вот у тебя чудо света за счет этого ты выиграл если дальше пойдет игра то наверное за счет него и выиграю то есть я получу такие бонусы от религии что они позволят опередить соперника но в данный момент мы идем ровно и если мой соперник сможет захватить спарту как вы понимаете все переменится то в принципе можно будет уже сдаваться так ну что вот соединены наконец каринф и афины сейчас мы следующим ходом минус в деньгах не будет наконец-то кстати я вот видите тут забываю еще можно в дипломатии смотреть финансы своего соперника то есть не в демографии смотреть а открывать дипломатию как будто вы хотите ему какое-то сообщение ну какое-то предложение сделать там будет написано сколько у него золото и сколько у него золото вход я вот это забываю делать ну в принципе мне это особо не интересно тут важнее количество армии я думаю что мы по золоту тоже вровень идем так ну вот видите я пытаюсь на ростов напасть ведь опять шифтом передвинул скаута и убрал его то есть я зря только шел его там бить но ничего зато у меня войска вперед выдвинуты он явно там собирается силами а ну вот видите я посмотрел него 0 золота и минус 9 вход то есть у него сейчас еще идет минус к науке значит у него там серьезные проблемки но опять у него по солдатам чуть больше чем у меня пока небольшая передышка поэтому я в афинах решил нету нету лошадей то есть конечно замечательно что тут руины найдены но сейчас они особой роли не играют мне бы вместо руин лошадей бы куда-то я рабочего не туда по передвинул абсолютно так ну давайте посмотрим что у нас тут под ростовом творится у него там уже рабочий украдены из джакарты два лучника практически выздоровели о мне джакарта дает наконец-то денежку это очень хорошо очень очень вовремя сейчас мы проапгрейдим наконец-то последнего лучника и можно кучу войск клепать теперь не опасаясь за содержание можно там хоть ну можно уйти в минус потому что денежка то есть это очень вовремя но я уверен что кстати мой соперник тоже на содержание выклинчил у городов-государства что он постоянно всю игру был впереди меня по силе своей армии не понял где это мой я дурак но на ровном месте потерял рабочего случайно куда-то его туда отправил смотрите посмотрите как умно действует мой соперник как у меня он своим рабочим выманил меня под обстрел этих композитных луков это еще хорошо что во первых я успел отойти назад во вторых на холме растет лес поэтому меня может обстрелять только одним своим композитным луком но вообще и себе там задержался на некоторое время кому мы конечно четырьмя композитными луками моего гейтара приговорил так что мне повезло с местностью я конечно постараюсь следующим ходом удалить рабочего но вряд ли я успею он скорее всего сейчас шифтом передвинет на этого рабочего какой-то из своих юнитов и захватит его обратно ответе я передвинул в начале генерала чтобы у моего гейтара было больше сила и тогда только напал гейтаром на композитного лука к сожалению через речку поэтому меня все равно поменьше получилось но хоть так то есть превентивно ослабляем ну посмотрим блин нету нету лошадей мне кажется без ну тут вообще неплохое конечно место город поставить но я лучше еще наверх схожу посмотрю что там тем более надо с варварами разобраться да весь он шифтом захватил рабочего обратно о замечательно лечим гейтара как раз вовремя ой ой ну блин я уже устал сам себя обзывать вот как я сейчас на ровном месте гейтара потерял вылечившегося я вылечил и куда-то пошел наверх смотреть что там происходит зачем надо было убирать сначала вылечил убрал гейтара и потом пошел наверх смотреть мой соперник не растерялся воспользовался ситуацией о зато я его композитного лука уничтожил тоже неплохо так мы тут разберемся с варварами и думаю эта разборка с варварами поможет нам с городами государствами заключить выгодную сделку но благодаря тому что мы тут дань стрясли с джакарты то мы везде строим юнитов вот видите у меня благодаря дороге гейтары мгновенно перебрасываются на линию фронта чего не может сделать например мой соперник даже чем там дорогу построил я не вижу у него все таки всего два очка передвижения у его юнитов его композитных луков хотя я видел что он несколько конников построил наверно одного или двух но ни в какое сравнение с гейтарами они конечно не идут так как у меня ресурсы лошади закончились у меня их всего четыре то я в остальных городах начи начинаю гоплитов строить у гоплитов по сравнению с обычными копейщиками единственный бонус это плюс два к силе но это неплохо то есть так кого он там уничтожил что-то я боже моего что ж я сплю то вот мы закрываем кстати волю у нас еще к тому же золотой век начинается и закрытие воли берем великого ученого кстати я видел что некоторые почему-то берут великого инженера они почему-то думают что быстрее закончить чудо это очень классно нет на самом деле так как вы играете через волю то у вас будет отставание по науке например от тех кто играет по традиции поэтому важно взять великого ученого и посадить его в академию чтобы получать с него кучу очков вообще на самом деле если бы я играл не за греков то по хорошему надо было брать вообще великого генерала потому что у нас сейчас война и у кого больше великих генералов тут и победит и я думаю что мой соперник как раз закрытием воли возьмет генерала но у меня же волшебные гейтары которые увеличивают скорость рождения генерала поэтому я для того чтобы сбалансировать вот это вот все то есть чтобы у меня во всех сферах моей империи был баланс я взял великого ученого и сейчас намного быстрее моего соперника приду к арбалетам так что у него вот последний шанс меня победить это своей армии а вот смотрите он меня очень классно уже окружил своей армии захватить спарту так ну как же это гейтара то опять потерял на прошлом ходу сейчас как бы этого не потерять вот видите опять он шифтом успел ко мне пододвинуться но я сейчас сначала нападу а потом убираю убираю убегай быстрее фу гейтар зинаида успела убежать ну да почему что вы думаете наездники только мужчины гейтар зинаида первая женщина в армии греции так что все нормально никакого гендерного шовинизма зато я успел напасть на его композитного лучника этого я уже уничтожил очень неплохо эти этим ходом я уничтожаю его юнитов блин тут как у нас мы играем вообще не агрессивными варварами но что-то у меня в тылу варвары почему-то рождаются очень агрессивно так пока поселенца под защиту города посадим разберемся с варварами тогда пойдем вверх уже железо появился как-то пропустил надо присоединять к своей сети железо да очень хорошо у меня ученые под защитой мечника кстати пляпы я еще плюс того что ученым вот посажу там где лес я еще им как бы вырублю лес кстати такая группа ученых в принципе как в советском союзе было отправляли ученых из нее собирать морковку а в данном случае я греческих ученых отправил вырубать лес и строить академию все сами все сами какой помощи все людские ресурсы направлены на сдерживание русской агрессии вот этот я тайл купил для того чтобы видеть что происходит на соседних ну как-то не только на соседних еще можно туда поставить кого-нибудь из юнитов так что у нас тут происходит опять шифтом меня обстреляют а елки-палки не успел не успел вылечить своего юнита как всегда я вот сами на это почему-то штуки ловлюсь но зато вот гейтар у меня вылечился и можно уже нападать 1 2 3 4 5 6 7 восьмого я только что убил и я только что это 8 композитных луков это только из тех что я видел может этом еще кто-то есть нифига себе у человека армия а я тут понимаешь ну гейтары конечно очень сильно помогают это выбор греции один из плюсов вот этой моей игры и я бы все таки говорю что я вот на месте моего соперника вместо нескольких хотя бы двух вместо двух композитных луков построил двух копейщиков вел их вперед чтобы гейтары впереди композитных луков чтобы гейтары не могли качественно нападать потому что у копейщиков плюс 50 силы против конных юнитов и подвел к спарте уже там обстреливал композитными луками да ну сейчас чувствую будет заруба вот у него уже генерал я думаю что у него давно уже генерал был примерно в одно время со мной так а где мой генерал что-то я потерялся где мой генерал так ну ставим на всякий случай в замок здесь науку плюс 8 это считаете что мы построили библиотеку в городе с населением 16 как я что-то не понял а где а вон генерал просто его не видно было из-за гоплита что там происходит боже кого-то убили тут месиво это вы если хотите можете на паузу ставил существенно пошел в навал вообще вперед все сейчас все решится боже 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 так как у меня мало войск так тут не и напасть моего скаута мочит все скаута нет давай мы тоже мочим до гоплита туда ставить перед да давай сюда точно все зашибись этот тоже готов я уже як-то не кати не успел посчитать вот я вернул своего рабочего и смотрите сразу два города объявляет войну моему сопернику сразу стал союзником двух городов уничтожив всего лишь один варварский пункт так почему он не завоевывает что-то я не пойму а он уже нападал просто все все понятно все таки греции классно играть видите как города государства сразу вам благоволят во всех городах фокус на производство строим сплошных юнитов здесь так как уничтожили моего гоплита ой не капли извините гейтара можно и на гейтара переключиться они нам важнее чем гоплиты вообще у гоплита сколько по моему 11 нападения он чуть хуже чем мечник то есть очень крутой юнит для этого времени и на него никакого железа не надо никаких других ресурсов ну и еще на меня работает золотой век благодаря тому что у меня золотой век у меня производство выше золото больше я тут могу развернуться так я сейчас важно удержать спарту но все гоплит умер но я считаю что размен гоплита на лучника это нормально у меня генерал родился так надо генерала срочно ставить вот здесь на ближайшую справа клетку и там крепость тогда спарта будет полностью защищена можно сколько же у него юнитов вот он накопил вот тут точно он явно империю вообще не развивал строил только юнитов в городах не успел он моего гейтар чека убить я вот не что-то не узнаю в лицо это гейтар зинаида или мефистокол кто-то по-моему не зинаида нет так второй генерал у меня есть сейчас надо каким-то образом исхитриться и поставить его рядом со спартой в крепость построить крепость да ведь он меня теснит и мне негде развернуться моим юнитом ну напомню у гоплита тоже бонус против верховых юнитов так что их вот против этих коников будет замечательно использовать слушайте у меня этот поселенец мотается туда-сюда извините как говно в проруби там наверху некуда было оказалось ставить город он у меня возвращается обратно вниз эти здесь не только лошадей нету так и город поставить собственно некуда хотя вот на побережье можно было бы воткнуть но внизу получше опять шифтом пододвинул но он царить он уже даже раненых лучников двигает на завоевание моего города вовремя гейтар мефестокол вылечился ну все я думаю это разгром россии я думаю что тут без вариантов сейчас будем мочить еще этого сожалению этим лучником не достреливаю ну хотя нет не знаю что то как то сейчас мы поменялись я отдал гейтара за всадника что тоже по моему не очень равнозначный размен так мне надо поставить генерала в крепость вот это будет точно победа ну не победа отобьюсь я от атаки но я думаю что уже мой соперник не оклемается после такого так очередной гоплит сделан но в каринфе мы будем все гоплитов строить гейтаров гейтаров в столице в спарте будем композитных лучников до так мне надо как-то выкурить вот этого композитного лучника врага из под моей столицы и поставить туда вот сейчас видите я тоже воспользовался шифтом зачем-то и подставил своего гейтара ну надо было попробовать извините так ну что давайте ставим по-быстрому генерала что-то я торможу да защищу сначала гоплитом и ставим все я думаю теперь спарту не взять отбили ну в принципе вот то что вы видите на экране у русских это вся его армия все что у него сейчас есть и он собственно сейчас сбросил все свои силы на последний отчаянный штурм спарты тоже там что-то захватывает не знаю а зачем он там просто а он может хочет он наверно хочет еще дальше вот вот от моей крепости если на клетку выше и правее посмотреть этот вот на этот холм он хочет следующую крепость поставить и от есть и мою крепость тоже ну надо не дать ему это сделать я думаю что с тем количеством войск которые у меня есть это не составит труда отбитый рабочий будем присоединять ресурсы ну по-моему я отбился навала конечно хотя он там будет сейчас генералами использует но у меня тоже есть генерал так там на всякий случай которого я тоже могу использовать так что не так-то все плохо так этот уничтожен лучник тут моего гоплита в крепости выкурить будет очень сложно да ёлки опять повышение которое мешается да я думаю русские проиграли пойдем гейтарам сбоку обходить чтоб с фланга напасть ну вот у него осталось три композит не 4 композитных лука скаут и генерал я сейчас перейду в средневековье а я уже перешел средневековье сейчас пойдем к арбалетом прямой наводкой я уверен что у меня и наука выше чем у него good game пишет мне and turn fest хорошая игра переводе на великий могучий надо ему ответить что спасибо ты тоже неплох он предлагает заново сыграть то есть видимо он сдается сейчас надо уточнить что же это турнир добьем тут его войска ты сдаешься спрашиваю я своего сингапурского оппонента да ну что ж спасибо моему сопернику за игру спасибо вам что досмотрели полтора часа моих комментариев довольно сложно кстати комментировать я выхожу в четверть финал следующим моим соперником будет китаец между прочим видите я все по азиатам почему то пошел тоже сильный соперник интересно будет с ним сыграть еще раз вам спасибо что досмотрели до следующих встреч пишите в комментариях нравится ли вам эта серия дуэльных игр все удачи вам играйте в умные игры вы слышали лёшу халецкого подписывайтесь на мой канал лёша играет вот Продолжение следует...